Язык за зубами. Так, здравствуйте, пациенты инкогнито. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, друзья этого канала. Сегодня я консультирую повторно, уже не знаю, пятый, шестой, седьмой или восьмой раз пациента инкогнито. Значит, сразу же хочу сказать, что пациент страдает биполярным аффективным расстройством или циркулярным аффективным расстройством. Ну вот, сейчас пациент нам и расскажет, во-первых, что он принимает, вот, как он себя чувствует, ну и вообще, значит, какие у него проблемы. Ну, последний раз мы с вами виделись, по-моему, в июле, в июле я вам звонил. Прошлого года, да, прошлого года. 23-го, да. 23-го. Вот. Тогда я принимал кветиопин и левитерацетам, и тогда у меня была такая сильная очень депрессия, вот она, у меня всегда летом очень, очень, самое плохое у меня летом. Вот, я тогда даже наркотики принимал, вот, и... Подождите, какие? Не наркотики эти, вот, психоделики. Ну, это же одно и то же, что там. Не наркотики, если галлюцинации вызывают. Не, ну, ладно, можно сказать и так, хорошо. Это не наркотики, это не наркотики. Так, ладно, ну и с июля месяца, вот, прошло же уже больше полугода. Да, прошло много времени, я думал раньше позвонить, но что-то вот как-то не доходили, то времени не было, то еще что-то думал, не буду мешать. Ну да, а потом я был занят проблемами. Потом у вас там была, да, тяжелая ситуация. Вот, тогда мы, как решили, повышать дозу левитерацетама, и я спросил, или можно добавить ламатриджин. Вы сказали, да, можно попробовать сразу три, вот. Ну, и я постепенно начал тогда принимать ламатриджин. Тогда я у родителей жил, я переехал к ним на месяц, потому что, ну, как-то плохое состояние было совсем. А там у них лес близко, я гулял долго, спал много, вот, как-то так вот восстанавливался. Ну, и потихоньку-потихоньку становилось лучше, меньше стал спать, больше стал с семьей. А какие дозы препаратов были, пожалуйста? Значит, какие принимали и дозы одновременно? Принимал я тогда кветиопин, наверное, где-то 200 миллиграмм. Так. Левитерацетам, наверное, тысячу, либо 500, либо 1000. После этого стал принимать 300 миллиграмм кветиопина и полторы тысячи или тысячу левитерацетама и наращивал ламатриджин. Ну, там, по схеме. Ну, а какая должна была? Вот на когда вам стало лучше? Вы говорите, мне стало лучше. Мне стало лучше, ну, где-то после 100. 150, 100 миллиграмм, тогда я прям отчетливо. Значит, 150 ламатриджина и там 500 или 1000, вы уже не помните, левитерацетама и 300 кветиопина, да? Да, да, да. А это какому месяцу стало лучше вот на всем этим? Ну, август мне еще было не очень хорошо, где-то уже к концу августа становилось лучше. То есть какая-то активность появлялась, какая инициативность, бодрость. У меня очень всегда отчетливо я начинаю с людьми больше общаться. То есть в депрессии я вообще не могу, меня перегружают. Вот очень такое странное ощущение, как будто вот, ну, не выдерживаешь. Свет очень яркий, звуки очень такие громкие все. Общение такое, как будто вот, ну, не знаю, очень сильное какое-то воздействие, не знаю. И вот психика как будто слабая, не держит. Ну, понятно, истощает вас. Общение истощает вас. Общение, сильные звуки, яркий свет истощает. Правильно? Ну, правильно, но даже не так, а если вот в хорошем, нормальном состоянии я общаюсь, все хорошо. Звуки, все это нормально. Но вот именно в депрессии это все как бы обостряется. Звуки-то такие же, просто они раздражают больше. Ну, напрягают, там, пугают и так далее. Понятно, понятно. Ну, это депрессия, это депрессия. Это депрессия, то есть вы находитесь в депрессии. Ну, вы сказали, что стало немножко лучше. Сразу же вопрос уточняющий. Это нормальные лучи или с перехлёстом лучше? Вот. Я вот как раз хотел рассказать, что я всё время болезни, я постоянно мониторил и по психологии всякие видео, книги. И сам ходил на терапию, по психиатрии очень много всего смотрел, изучал, читал там. Постоянно, ну, то есть каждый день это было вот на протяжении, наверное, пяти лет. Каждый день, каждый день я что-то такое вот изучал. А тут я вообще перестал вообще это смотреть. Абсолютно. Я ничего больше не смотрел. Не заходил. Я удалился от всех этих психологов, что я смотрел. От своего психолога тоже всё с концами. Ничего не смотрел. То есть это было очень по-новому. Никогда такого не было. Я вот реально пять лет, пять лет, а тут раз и всё. Неинтересно. Просто вот не интересует. Хорошо, минуточку. А на что переключил внимание? Вот с этой специфической, скажем так, занятий в виде психолога, психиатрии? Или вообще ничего не... взамен что-то появилось? Интересно? Ну, я тогда переехал. Мне надо было ремонт делать. Такая квартира была убитая. Этим занимался. С семьей много времени проводил. Очень вот у меня... Вы занимались ремонтом, да? Да. А где это? У родителей или когда сам жил? Не, ну, я переехал к родителям с прошлой квартиры. Да. Один месяц. А въехал уже в другую, в новую. И там надо было делать ремонт. Понятно. Ну, есть появились силы, появилось желание с интересом, да? Да. И очень много энтузиазма было. Потому что мне сказали, вот заселяйся вообще. Можешь делать всё, что хочешь. Тут строить, не строить. И вообще, что хочешь делать. Да. Вот. И вот одновременно с этим пропал интерес к вопросам психического здоровья. Правильно? Да, абсолютно. Вот прям вообще. Что ещё было в этот период? Это когда было? Месяц? Ну, это уже конец августа. Конец августа, начало сентября. То есть, на всей этой комбинации из трёх препаратов. Два нормотимика и квитиопин. Да. Хорошо. Что в этот момент ещё было примечательного? Что ещё было примечательного? У меня не было такого экзальтированного состояния, как раньше. То есть, если хорошо, оно было так. Хорошо, но как-то вот слишком напряжённо. Я весь был такой, как бы... Зашкаливало хорошо, да? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да, да, да. Ну, то есть, как бы такое резкое очень было изменение. А тут меня... Я вот заметил, что я стал менее импульсивный. То есть, у меня появляется вот какое-то желание. Ну, и я как-то... Включаете мозги, включаете извилины и говорите, можно, нужно, чем это угрожает. Правильно? Критика появляется. Ну, это больше, да. То есть, больше думать я не начал ни на эмоции, как бы, ни с эмоцией что-то решать. Потому что я ещё очень сильно поссорился с родителями. Вот я помню, ещё когда я жил, до того, как я к ним переехал, я очень-очень сильно с ними поссорился на эмоциях, на каком-то вот таком меня взорвало. А потом даже мне папа начал говорить, что я стал очень сильно, ну, таким понимающим, спокойным. Он говорит, очень хорошие отношения в последние где-то месяцы четыре. Вот он мне так честно признался. Никогда так, как бы, ну... Ну, душевно поговорили, и вот он заметил очень сильно. Вот, что я стал не такой резкий. Я не бросаю какие-то грубые слова, или наоборот, какие-то очень такие радостные эмоции. То есть, стали контролировать, смогли, не стали, а смогли контролировать свои поведения, и эмоциональность стала, ну, скажем так, во-первых, подконтрольная, а во-вторых, не такая выраженная, правильно? Да, не такая взрывная. То есть, я мог там... Так, не такая взрывная, хорошее слово. Меня могли там, например, позвать куда-то друзья, да, на какой-то там вечер или тусовку, а я, например, уже устал, да. И вот раньше я подрывался, мне было все равно, устал я, не устал, у меня дела, не дела, завтра на работу или нет, я там мог взять и поехать, да, несмотря ни на что. Там, не спать долго и так далее. А сейчас я, ну, меня вот уже звали пару раз, я помню эти вот ситуации, а я понимаю, что, ну, я устал. Если я поеду, то я буду, ну, выжитым уже там на следующий день. Ну, и я говорил, ну, давайте без меня сегодня как-нибудь сами. Вот, и ушел спать спокойно. Ну, то есть, я вот, кстати, заметил, что я стал ложиться и часто засыпать. Я раньше ставил телефон или какое-то видео или музыку. У меня трудно было заснуть без, ну, чего-то, что играло там или чтобы свет был. Тут больше стало уже просто, да, в тишине, скажем так, засыпать. Вот. Что-то еще было. Ну, вот, да, пока можно было, пока погода позволяла. Я много гулял в лесу. Ну, скажем, восстанавливался. То есть, такие спокойные какие-то прогулки были. У меня брат маленький, вот, я за ним присматривал, когда началась школа. У него там были линейки и все такое. Родители просили. Я тогда еще не на полную ставку работал. Было время. Вот. Я его там в школу отходил, забирал. Такое вот. Иногда там надо было. Подождите, подождите, так вы еще и работаете, да? Ну, летом я работал мало. Да, я, ну, я всегда практически работаю, когда позволяет здоровье, да. Ну, то есть, я не прекращал. Я или, как бы, уменьшал, когда совсем плохо, там, отгулы мог взять или, вот. А, да, где-то с сентября, с сентября, да, начал активно работать. А кем, кем, кем? Что делали? Что делали? Ну, я комплектовщик, принимаю товар, обклеиваю, отправляю его, вот. Плюс там по хозяйству. Подождите, а вы на себя работаете или на дядю? Нет, это я наемный работник. А, наемный, понятно, понятно, понятно. Вот, потом, кстати, меня повысили через какое-то время, через месяц. Потом мы занимались переездом с одного помещения на другое, вот. У меня уже зарплата больше стала, ну, хорошая, да. Для моих лет, я считаю, очень хорошая. Вот, и, ну, вот, да. Подождите, я задам уточняющий. То есть, вы уже стали жить не на родительские средства, а на свои заработанные, да, или как? Или это была комбинация, немножко родители? Ну, как, ну, вот в прошлом году было, например, да, вот, в 22-м, получается, я переехал от родителей в первый раз. И, получается, что я работал на полставки, получал меньше и плюс доучивался в школе. Я вот закончил школу, вот только-только, получается. Ну, дистанционное обучение. То есть, я днем работал, вечером учился. Вот, сдавал экзамены потом. Тогда я не работал, когда сдавал экзамены. То есть, это конец весны, конец весны, начало лета, вот, только учебой занимался. Вот, ну, и после месяца у родителей я снова переехал, да, ну, и снова стал жить, как бы, на свои. На свои, на свои собственные. Хорошо. Вопрос следующий, почему? Потому что я буду немножко уточнять. Вы закончили школу, ну, и куда-то поступили, или вот начали только работать? Я планировал поступать, но вот у меня как раз-таки в это время и очень сильная депрессия началась, поэтому я поступление перенес. Либо вот в следующем году буду поступать, либо через год. Я еще не решил. Понятно, понятно. Еще один вопрос. Вы же прекрасный художник. Почему вы, вот, работаете, там, черт знает, какие-то отправляют. Почему вы не хотите, скажем так, продавать свою, на свои произведения? Ну, по заказу, на заказы работать. Ну, не знаю, как. Я пробовал продавать и свои какие-то работы, и пробовал, типа, как, такие миниатюрки делать за небольшие деньги. Ну, по-разному пробовал, но не получалось, не получалось. Почему? Подождите, почему нет желающих, или вы не раскрутили себя? Никто не знает о вас. Все, что я мог, такого маркетингового, я сделал, но, как бы, да, желающих особо не нашлось. Да, ну, сейчас как-то, на самом деле, не пользуется популярность искусства. Сейчас больше такое, что надо на одежде делать какие-то там кружечки. Ну, что можно вот в течение, там, дня, что ты пользуешься, да? Да, не скажите, не скажите, есть, есть. Скорее всего, вы только в своей стране, наверное, ориентировались на этих вот, да? А почему вам не выйти на, скажем так, такой международный масштаб? Нет, я пробовал выставляться в этих, в онлайн-галереях, там есть такие разные... Да, да, в онлайне, да. ...сайты специально, да, 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 но я пробовал выставляться туда несколько раз. Ну, как-то особо не получилось. Ну, не знаю, не знаю, вы талантливый, вы способнейший, не знаю талант, но способный это железно. И я думаю, я думаю, что, скажем так, заказывали ваши портреты, хорошо получается, вам бы высылали фотографии, вы бы делали бы, скажем так, портреты. Вот, ну, не знаю, вот это мое предложение, я считаю, или вам это неинтересно просто? Да, я решал, я решал, я интересовался вот, когда уже закончилась депрессия, начал изучать, какие у нас есть возможности, какие есть вузы, да, и художественные тоже смотрел, всякие разные... Я вам хочу вот что рассказать, у меня была, я уже не помню, там, несколько лет одна пациентка, она нашла менеджера, вот, и, в принципе, он занимался, он создал ей страницу, она, значит, копии по заказу, и там и американцы, и, в общем, короче говоря, это была не ориентировка на страну проживания, а на международный вот такой рынок. И, в принципе, я, конечно, не знаю, насколько там хорошо было, но, как она говорила, она вот на эти средства, заработанные вот, жила. Интересно, но у меня тоже есть знакомые, вот одна девочка с Украины, я знаю, она вот год назад, по-моему, она начала в Инстаграме там снимать что-то, она вот керамикой занимается, всякие лепят прикольные штучки, и очень хорошо у нее сейчас получилось, она сейчас очень много зарабатывает, буквально за год тоже у нее все это так понеслось. Она там один раз делала рекламу, вот, и как-то на нее много сразу подписалось людей, и вот, да, просят, заказывают, даже бывает, что она партию делает, и все, там уже как бы все забронировано. Скажите, скажите, а вы вообще занимаетесь сейчас живописью, или потеряли интерес? Ну, это как вот хобби, есть вдохновение, я рисую, вот, кстати, вот за этот период, полгода, две картины нарисовал, вообще потрясающе, очень хорошо получилось, я там, у меня такой есть большой Будда, где-то, я не знаю, сколько вот он тут стоит, метра полтора, наверное, на метр, такая большая картина, и небольшая, но тоже там, из фильма такая сцена, тоже два портрета. Ну, кстати, вот, еще хочу рассказать, что раньше всегда рисовал за один присест, то есть у меня вот несло, да, и вот такое экзальтированное состояние, я весь как бы напряжен, и я вот очень такие грубые резкие движения, и вот так вот, как с очень большим энтузиазмом делал. Ну, это в маниакальном состоянии, в гипоманиакальном, там, скажем так, работоспособность и творчество, творчество очень оживляется, а сейчас? Вот, сейчас я говорю, я вот тоже, что вот с психологией, с психиатрией меня отрубило, что и вот здесь совершенно по-другому стало. Одну картину я рисовал, я не знаю, в целом, наверное, ну, часов 20, то есть это день, часик, там, на следующий день, там, 40 минут, и вот так вот, какое-то время, я не знаю, сколько, неделю, там, или 10 дней рисовал первую, вторую дольше рисовал. Тоже, причем я мог сесть спокойно, там, и посидеть и 20 минут, ну, вечером, там, когда там побольше сил, мог и час посидеть. И вот так спокойно, спокойно усложнял, и очень детализированные получились картины, то есть очень много таких мелких деталей, скажем. Скажите, а вот какое вам состояние больше нравится, вот это спокойствие, или все-таки выше, а? Вот, экзайтация. Конечно, конечно, спокойствие, я вот и говорю, что вот первый раз такое за 5 лет я ощущаю, потому что вот это вот состояние такое вот маниакальное, оно не всегда приятное, то есть оно может быть раздражительное еще, вот когда оно, да даже часто оно у меня, у меня нет такого, что оно у меня чисто маниакальное, у меня оно такое смешанное. То есть и раздражительность, и энергия, и потом усталость, и вот оно как-то так комбинируется, но это неприятно. Да, да, да. Скажем так. Да, 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 я понял. То есть все-таки вот это уравновешенное, скажем так, да, вот такое сбалансированное самочувствие, оно все-таки вами воспринимается, скажем так, более комфортнее, вам нравится оно, да? Да, потому что я начал планировать будущее, то есть когда у тебя очень сильные перепады, ну там как бы ты спланируешь, а у тебя там через месяц вообще там ничего не можешь сделать, как бы, ну, трудно, трудно планировать, вот. А сейчас как бы так спокойненько и бюджет распределяю по поводу будущего, там собираю сейчас документы, информацию, ну, как бы думаю о будущем и спокойно вот им занимаюсь. Сколько есть время, столько уделяю. А если я выскажу такую крамольную мысль, что вы, конечно, стали уравновешеннее, спокойнее, сбалансированнее, но я не говорю о депрессии, депрессия это кошмар, это ужас, вот. Но все-таки вот эта экзальтация, особенно для творчества, вы понимаете, все-таки, значит, творят, творят вот люди, я вам хочу сразу же сказать, среди художников вообще, вот этих художественных личностей, значит, шедевры, шедевры, они создаются, конечно, в состоянии, ну, не мании, ну, в такого, значит, все-таки болезненного, гипоманиакального состояния, вы понимаете, вот там, там шедевры идут, вот, другое дело, что... Так у меня наоборот получилось, у меня близкие говорят, вот эта картина, это лучшее, что ты сделал, вот так они мне сказали, то есть, я показал им картину, они говорят, это потрясающе, ты такого еще не делал, вот они мне так сказали. Подождите, вы сами ее или это копия? Ну, я смотрел фильм, мне понравилась там сцена, я сделал этот скриншот, и вот эту сцену нарисовал, ну, с фотографии. Ну, вот, так вот, в чем отличалось раньше творчество, вот, и вот творчество, вот, сейчас, значит, качество, вы помните, мне говорили, на одном дыхании я мог за час-два нарисовать, значит, но как, хорошо или нет? Ну, ну, скажем, это, свой стиль был такой, свой стиль, и это было красиво, то есть, это красочно, это ярко, это, мне, мне нравится. Понятно, а вот сейчас, потому что изменилось состояние, естественно, оно отразилось и на творчестве, вот это состояние, я сейчас интересуюсь только одним вопросом, влияние этого состояния на творчество, потому что все-таки, вот, я бы, я бы, как доктор ваш, я бы вам рекомендовал все-таки не сбрасывать это со счетов, понимаете? Вот, не заниматься там вот этой хреновиной там, ну, вот этой, чем там вы там, значит, что-то там пакуете, что-то, это же, ну, это не то, у вас же дар божий есть, дар божий. Зачем же ему, значит, угасать, а? Почему его игнорировать надо? Ну, вот я говорю, у меня вот есть в окружении люди, тоже творческие, и, ну, я не скажу, что они там умеют там рисовать там или делать что-то такое, что не смог бы сделать, не смог бы сделать я, не смог бы сделать, да, я, вот. Вот, и, ну, вот у них, они как-то начали спокойно, и у них сразу пошло. Ну, как-то вот, как бы вот им дано было. Так это кто? Это здоровые люди или больные? Здоровые, вполне здоровые люди, конечно. Занимаются. У меня я пробовал, мне пошло. Я понял, что бог не хочет, чтобы я продавал картину. Не понял, кто не хочет? Бог. Ну, вот, не знаю, не вот не идёт, нет. Ну, вот как-то оно, вот я пробовал, пробовал, а оно вот как будто говорит, не надо, не надо. Да. Подождите, вы должны понимать, что в состоянии депрессии, естественно, активности не будет творческой. Творческая депрессия, активность, она и успех появляется именно вот в этом. Так вот, может быть, вам всё, что... Вот как вы думаете, вы в нынешнем состоянии, это состояние, вы мне подчеркнули, что это необычное состояние, непривычное, нетипичное для вас. Это, конечно, медикаментозное. Это медикаментозное состояние, понимаете? Это медикаменты сделали. Так вот, вы бы хотели бы в нём, скажем так, оставаться или всё-таки, чтобы как раньше было? Ну, не сто процентов, а всё-таки хоть какой-то элемент, как минимум вот этой, из маниакального спектра остался бы, а? Депрессия нет, никаких сомнений, депрессия, упаси Боже, она никому не нравится, и она приносит только страдания и минус, минус жизни. А вот я говорю об этом, что вот если исчезла эта экзальтация, вот, может быть, её на каком-то уровне всё-таки сохранять с помощью медикаментов? Вот такой необычный разговор, необычный поворот. Почему? Потому что, вы понимаете, не хотелось бы, я же видел ваши работы, я же видел, они профессиональные, хотя вы и не профессионал, вы ничего не завершали, не заканчивали, и не хотелось бы, чтобы это пропало, значит, где-то пропало к чёрту и исчезло. Потому что в искусстве, я вам скажу так, в искусстве планирование, оно, это нонсенс. Искусство, творчество, это всегда спонтанно, это спонтанно возникает, это и так далее, вот тогда создаются шедевры, а не планово, или там, значит, чтобы творчество планировалось. Это бездарь, они должны планировать и так далее, и так далее, что-то там, знаете, как рисует, у меня дядя, он же рисовал, так он, значит, на квадратики, знаете, вот этот вот, что это, я не знаю, но я вспоминаю. Значит, настоящие художники, они же не творят через квадратики, чтобы взять холст, разделить на эти квадратики, я так понимаю, или я ошибаюсь? Да нет, многие так делают, это называется, как это, от простого к сложному. Картину надо разбить на самые примитивные эти объекты, кубик там, круг и так далее, и потом из них собирать, и вот каждый раз потом усложнять, 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 добавлять деталей. Ну, то есть, всё начинается с простых предметов. Понятно, понятно. Ну, хорошо, ну, вот я вам задал вопрос. Всё-таки, вот это же интересно, это новый, видите, мы уже не говорим. То есть, как лечебный механизм для врача это было бы хорошо, но я же немножко и дальше смотрю, понимаете? Да, спокойнее, и папа заметил, что вы стали спокойны, и вы уже этот спонтанитет как бы у вас ушёл, то есть, если я плохо чувствую или устал, я уже не побегу на эту тусовку и так далее. То есть, вот. Но это вы или не вы? Я, конечно. Ну, если бы я не принимал фарму, я бы был как Ван Гог. Творческий человек, вообще потрясающий. Это, наверное, самый мой любимый художник, вот Ван Гог. Но ни одной картины не продал, болел, ужасно страдал и очень рано закончил жизнь. Я думаю, если у него была бы возможность получать лечение, он бы ещё больше нарисовал шедевр. То есть, вы считаете, что вот эта, скажем так, стабилизация, да, состояние, настроение, что она, в общем-то, для творчества, творчество, я не говорю об ощущениях, там, комфортно, некомфортно, что она идёт на пользу, да? Да. Ну, вот я говорю, оценили, не я сам, оценили моё творчество, сказали, это вот лучшее, оно очень. То есть, во-первых, это получилось... Ну, вы можете мне показать? Сейчас. Конечно, если бы я бы... Если бы вы её показали бы, вот, но себя не показывали, а я бы её, может быть, бы и здесь переключил бы сейчас бы. Сейчас, да. Только сами не показывайтесь, да, сами не показывайтесь. Да, 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 да. Это было бы интересно. И пусть публика посмотрела бы. Так, вот так держите. Сейчас я быстро переключу селфи. Секунду. Сейчас. А как же тут... Куда она исчезла, эта селфи? Вот, ёли-пали. Я не знаю, как же... Я бы сейчас на селфи, а как сделать... Секунду. Ну, великолепная, да. А что, это из фильма, это же вы сами создали, да? То есть... Да, да, да. То есть было... Нет, великолепная. Я вам хочу сказать. Понимаете, мне каждый... Не знаю, как родители. А куда вы собираетесь поступать? В медицинский. В медицинский? А почему не хотите в художественное? Ну, я ещё не решил. Я смотрел в вузы и те, и те. Ну, у меня не получается, понимаете, постоянно. Я знаю, как учиться в художественном. Там же тоже, типа, 4, по-моему, или 5 лет. Там надо рисовать, там надо сдавать работы. У меня есть знакомые, которые учились. Там надо дисциплина, вот именно в творчестве. У меня такого нет. Я не продуктивный художник. У меня, да, есть там появилось желание, я нарисовал. Ну, это сколько там, 4-5 картин в год. Так вы понимаете, что и в медицине будет то же самое, и везде будет то же самое. Так вот, в медицине, в работе это не годится, а в творчестве это годится. Вот когда появляется вот это вот стремление, когда появляется вот это желание, когда вот это мания, ну, так будем называть. Понимаете, вот там же вы и будете создавать. Вы и будете создавать. Ну, да, я понимаю, понимаю. Но это меня напрягает непостоянство. То есть, ну, да, я понимаю, что я там нарисовал, а потом у меня спад, и как бы у меня, ну, не знаю, мне это доставляет дискомфорт. Сейчас, когда я чувствую стабильность, мне более комфортно. Когда я могу планировать, когда у меня есть бюджет. То есть, это, ну, мне не нравится состояние, когда я сначала экзальтации, да, сделал круто, там, какой-нибудь шедевр. Ну, а потом ты думаешь, а когда я снова почувствую вдохновение, а когда у меня снова это получится, а что мне делать? А вы знаете, а у художников так, к сожалению, так. У великих, у великих, насколько я правильно понимаю, там очень много среди художников, очень много биполярных, очень много. И не только среди, и поэты, и композиторы, понимаете, и творческие люди, там вот, к сожалению, вот там, и вот поэтому они и достигают. Но это я просто с вами рассуждаю. Я все-таки хочу, я, вы знаете, что сделаю? Вот когда мы закончим вот это вот, чтобы без вас не было, я включу на, значит, не на селфи, и вы мне покажете это. И я ее, скажем так, вот, сфотографирую. Но вы мне дадите разрешение, что я ее могу разместить, вот, на... Да, только вы скажете, потому что... Сфотографирую, я отправлю вам фотографию. Не-не-не, вы должны словесно сказать, чтобы YouTube, YouTube, потому что YouTube скажет, что ж ты, значит, стырил эту штуку. Вот. А я, значит, скажу, что это... Оно будет размещено в вашем плейлисте, и я прямо вот словами скажу, что это принадлежит вот пациенту, которому я только что буквально проконсультировал. Я бы сейчас хотел бы, но, видите, оно не переключается. Нет, нет, разрешение я вам дам. Я говорю, что если вы сфотографируете, у меня камера плохая, я вам лучше сфотографирую и пришлю в чат. Вы ее сможете тогда поставить на заставку там или куда-нибудь. Нет, подождите. Давайте не так. Это живое. Я должен прокомментировать, что это вам принадлежит. Что это, вот, смотрите, этот плейлист в этом одном плейлисте, что это принадлежит вам. Это вам принадлежит. Это не мне принадлежит, это не мое. Это вам принадлежит. Оно должно знать, что это вам. И возможно, что вот люди, которые увидят, вот у вас и появятся клиенты ваши. Ну, дай бог, если будет так, хорошо. Так давайте так и сделаем. Но, 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 но. Это когда мы закончим эту беседу, я опять включу. Вот, значит, вас вы уже показываться не будете. Вот, а только покажите эту картину. Только картину покажите, чтобы там не это вот, не светились. Потому что я уже не на селфи включу, а включу на это. Причем на высоком разрешении 4К. Ну, только у вас 4К, а у меня-то камера плохая. Ну, вот так вот. Хорошо, ладно. Значит, так вот, все-таки вы мне не ответили. В чем отличается ваше нынешнее состояние? Нравится оно? Хотите ли вы в нем оставаться или нет? Да, я хочу. Ну, я сейчас поговорю попозже о том, какое... Да, да, пожалуйста. Вот, но вот состояние, которое было, ну, я не знаю, 3-4 месяца, мне очень нравится. То есть оно мне... Чем нравится? Что я вижу, ну, результаты настоящие. Я делал ремонт. У меня начали скапливаться деньги. Я начал больше... Я пошел на языковые курсы. Не буду говорить, какой язык. Вот, а то он мог бы сейчас... Да, 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 да. Я знаю, какой язык, да. Не надо никому говорить, да. А там, получается... Ну, я искал, где можно недорого, вот, можно поразговаривать, чтобы была практика. Вот, так там целая комьюнити. Там у них разные есть курсы, там разные клубы можно ходить. Вечера там кино посмотреть, съездить, путешествия там на день. Вот. И, ну, как бы заобщался. Много людей уже появилось. У нас там и чат есть общий. И мы всякие планируем дела. Вот. То есть... Мне очень нравится общаться с людьми. Вот, что у меня получился, как бы, контакт. И я не перенапрягаюсь с ним. Ну, не перенапрягался. У меня было спокойно вести диалог. То есть раньше меня могло там трясти. Там внутренняя дрожь была. Или вот зажимает там в горле зажимает. Или тошнит. Или голова болит. У меня мигрени постоянные. Вот. Это, ну, ужасно. А когда есть вот такое состояние спокойствия, в котором можно прийти, пообщаться с людьми, что-то полезное узнать, да. Ну, для меня это намного более ценно. Хорошо. Я хочу, чтобы вы в двух, трёх, четырёх таких ярких фразах отличия нынешнего... И вот вы уже немножко сказали. Раньше вы дрожали, выточнили. То есть ненормальное какое-то общение, да. Вот какое-то... Это вы должны своими словами выразить. И какое сейчас? То есть я понял, разница есть. Сейчас оно приближается к нормальному, не к болезненному. Вот. Но в чём всё-таки разница? Почему то не нравилось, а это больше нравится? Ну, потому что оно больше приносит беды, чем пользы какой-то. Там вот эти вот маленькие времена, когда у меня суперхорошее настроение, там, неделю или сколько, Оно вообще не стоит того, чтобы потом быть в депрессии, терять все контакты социальные, терять деньги и все перспективы. Понятно. Ну, не стоит. Понятно. Скажите, но это вообще состояние нынешнее, оно что, впервые такое? Или всё-таки когда-то в раннем детстве оно было? Или это совершенно новое? Это всё-таки на фоне этих норматимиков? Это всё норматимики. Все три это норматимики. Ну, на самом деле у меня с самого детства есть вот такие разные... Ну, у меня были, очень сильно переключались состояния. Ребёнок был такой... Как это сказать? Подвижный, да? Эмоционально лоббильный очень сильно. То есть какой-то там чуть-чуть испуг, а меня прям очень сильно испугает. Какая-то чуть-чуть радость, а меня прям с перехлёстом. Потом я не сплю. У меня вот... Потом у меня очень сильное напряжение было. У меня вот были эти тики, там, сколько? Шесть лет там или сколько. У меня были... Обсессивное вот это вот, компульсивное вот это было. В детстве ещё. То есть когда я ещё совсем неосознанный был, я вот недавно вспомнил, что у меня были вот эти настоящие ритуалы, которые я не мог, ну, с ними совладать никак. Мне надо было просто сделать эти ритуалы. Вот. И потом, наверное, где-то с десяти лет, с десяти до тринадцати, у меня такое было, ну, плюс-минус нормальное, я думаю, состояние. Ну, и потом я заболел окончательно, уже вот в возрасте 14-15 лет, там уже вообще трэш был. Ну, сначала мне, конечно, вот самая долгая гипомания, наверное, была. Вот с четырнадцати до пятнадцати, там, я не знаю, год, там, полтора, прям несло вообще хорошо. Никогда себя таким счастливым не чувствовал, вот я тогда думал. Я вот так говорил, блин, вот я вообще сейчас стал крутой, и мне всё так легко даётся, вообще круто. Ну, а потом полная жесть. Ещё один уточняющий вопрос. Ничего вредящего вам вы вот последнее время на этой комбинации медикаментов, на этом состоянии не творите, да? Даже папа заметил. Да, ну, до последнего месяца, да, вот было так, что, да, ничего плохого не делал. Один раз сходил на концерт, выпил. Вроде как всё. А, а в прошлом, я не знаю, помните или нет, в прошлом году так меня понесло, я же всё себе пирсингами сделал, всё лицо. Я не знаю, помните или нет. Ну, вы помните, это катание на крышах вагонов, это я запомнил. Вот это ненормальное, понимаете, вот какое-то такое, ну, скажем так, ну, непродуманное, экстремальное. Вот. И этого не было в этом состоянии. Всё уравновешено, всё продумано, всё логично, всё разумно, да? Да, вот разумно, разумно, прагматично, да. Прагматично, да. Наперёд, думаю. Ну, хорошо, а что же сейчас? Вы же проговорились. Да, 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 я вот расскажу. Начал, вот, я начал как бы вот больше выходить в люди, я начал больше пробовать нового. То есть раньше я боялся, а тут и новая компания здесь, и я попробовал в разные сходить там общины какие-то, тоже пообщаться с людьми. И, вот, а потом у меня началось такое, чуть-чуть раздражаться начало. Вот я заметил, что что-то я такой какой-то, слишком много энергии. Вот она, её много, и как бы её никуда не впихнуть, да, и я могу и работать, но как будто вот она не расходуется вся. И вот эти остатки, которые не расходуются, они в такое вот напряжение превращаются. То есть, да, началась такая чуть-чуть вот такая экзальтация, наверное, такое, ну, какое-то, ну, неживое, нечеловеческое стало, скажем так, нездоровое. Это когда? Это когда началось? Это началось где-то полтора месяца назад. Полтора месяца назад. И оно нарастает, то есть опять переход уже в маниакальную какую-то сторону. Да, у меня вот, ну, сначала было, вот я за это заметил. Потом у меня такая, ну, да, да, это уже, наверное, такая гипоманиакальная, что это было много радости. И я вот в какой-то момент, я понимаю, что я очень хочу курить, очень хочу покурить травы. Вот прям точно я знаю, что именно это мне надо. Я вот наперёд знаю, что именно вот это. И я пошёл, мы взяли, вот, и первый раз мы покурили, это было, ну, я даже не ожидал такого. То есть, у меня прям какое-то там такое состояние было очень интересное. Вот. А потом у меня осталась эта трава. Ну, там же нельзя купить там на один раз, там, покупаешь сразу там грамм. Вот. И он у меня лежал. И вот я, пока было, вот каждый день курил. Наверное, дня четыре. Вот. И там меня уже понесло. То есть, у меня были вот эти, я не знаю, как они называются, наверное, псевдогаллюцинации. Слуховые такие. Сидишь. У меня было очень прикольно. Но я сидел в тишине, какие-то звуки как будто слышал, такое расслабленное состояние. Вот. Ну, вот, как будто вот чего-то не хватает. Вот перед тем, когда не куришь, чего-то не хватает. Вот чего-то нужно ещё. И вот покурил, как будто вот получил это. Потому что не доставало. Но это вот такая нездоровая такая тема. Очень неприятное ощущение. Вот. И потом вот у меня такое резкое довольно началось ухудшение. То есть, мне прям некомфортно. Тревога. Тревога поднялась. Некомфортно. И я уже начал чуть-чуть паниковать. Я начал поднимать препараты. Дозы. Вот. Ну, и следить. Ну, и, в общем-то, я попробовал разные комбинации. И разные очень дозировки, которые можно было, вот, как в инструкции, самые максимальные. Но не стабилизировало меня уже ничего. Просто вот тревожное плохое состояние. Мне уже некомфортно с людьми. Я уже чувствую вот это вот, что я не могу как будто выдерживать то, что происходит. У меня начинается. Мигрения очень сильные. Меня прям, ну, с людьми не могу общаться. Вот снова это. Все слишком громкое, слишком яркое, слишком раздражающее, слишком пугающее. Вот. И я начал, конечно, меньше уже куда-то ходить. Вот. Да. Ну, и вот последняя, сколько там, недели две, наверное, у меня вот было, что я без алкоголя не мог. То есть у меня вот тоже желание, что так плохо, что хочется выпить. Я много не пил, конечно, сколько мог там себя сдерживать. Ну, вот какие недели, полторы, наверное, я ведаю. Каждый вечер там выпивал там литр пива, полтора или там два. Вот. И меня очень пугало, что, ну, вот, блин, не помогают препараты. Ну, вот я уже максимум, что можно, я принимаю, блин, и не держит. Ну, типа, как так? Это было, ну, так, тяжело для меня. Конечно, я, меня не опустило так сильно, как могло, то есть я продолжаю работать. Я взял два выходных один раз, вот. Но, как бы, работать могу. Да. Курсы, получается, по языку я пропустил. Прошлый раз. И вот завтра я тоже пропущу. Почему? Почему завтра пропустите? Потому что мне будет, я знаю, что мне будет ужасно некомфортно там. Мне будет тошнить сто процентов, у меня будет вот это ощущение. Ну, когда вот такая перегрузка я ощущаю на себе, да, это, наверное, как дереализация, наверное, такая. То есть все такое. Ну, вы опять в депрессию впали. Опять впали в депрессию, легкую. Вот. Поэтому я решил вот позвонить, рассказать. И вот хочу спросить. Я пойду к врачу 31 числа этого месяца. И я хочу спросить, или мне можно сделать электросудорожную терапию. Я слышал, что когда не до конца помогают препараты, то можно попробовать вот такой способ. Вот. И хотел спросить, или, ну, что вы считаете. Скажите, 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 давайте так, сейчас я вам отвечу. В какой же фазе вы сейчас, вот полтора месяца находитесь? Ну, естественно, это такая... Полудепрессивная, да? Ну, вот первые, не знаю, неделю, наверное, она была такая субдепрессивная, скажем. Сейчас, наверное, это такая же сила депрессия, как и вот до полугода, который у меня... Скажите, а вот наркотики, алкоголь, когда? В маниакальной фазе или в депрессивной у вас? Нет, я только в депрессивной. Только в депрессивной. Я в маниакальной никогда не принимаю. Только в депрессивной, понятно. Понятно. Ну что, можно попробовать, конечно. Но давайте так, давайте вначале, прежде чем электросудорожную, попробуйте эту глубинную магнитную стимуляцию мозга. Есть у вас такая возможность? Я ничего не знаю про это, не изучал. Ну, так почитайте. Это, в общем-то, прежде чем переходить или начинать делать электросудорожный, потому что это, конечно, более серьезно. И там осложнения могут быть в виде амнезии, короткой, кратковременной. Там может быть месяц, кое-что забывать и так далее. Это такая тяжелая. Но она не ощущается как тяжелая, потому что под наркозом, в общем, с миорелаксацией, мышцы расслаблены, там судорог нет. Но разряды идут и так далее. Так вот, попробуйте это глубинная магнитная стимуляция мозга. Прочтите. Я записал, да. Да, вот. Значит, вот попробовать хотя бы сеансов 10. Может быть, она как-то вас, а вот если уже и она не стабилизирует ваше состояние, то, в принципе, можно попробовать. Но опять же, опять же, вы понимаете, в чем вся проблема? Вот в случае, если преобладает депрессия, там имеет смысл. Но вот у вас же все-таки депрессия только как полтора месяца. Была субдепрессия, теперь уже более глубокая депрессия. Кстати, сейчас бы вы уже не нарисовали, да, вот это, то, что вы мне показывали. Так у меня и не получается. Правильно, правильно. Я начал картину. Тоже, кстати, фильм посмотрел, очень вдохновился. Ну, и вот она стоит недорисованная. Правильно, совершенно верно. Совершенно верно. Значит, я вам вот что хочу сказать. Конечно, вот то уравновешенное состояние, это было маниакальной направленности. Но эта мания была продуктивная. Мания, понимаете, она была, скажем так, может быть, даже и гипертимная фаза, нельзя назвать мания, гипертимная, приподнятости, но контролируемая, понимаете. Там не было никаких, скажем так, самоповреждающих или нелепых, или непродуманных, или вредящих поступков. Вот в чем дело. А потом началась депрессуха, и вы, вот когда потянуло на каннабис, вот когда потом добавился интерес к алкоголю, это уже был переход. Вот что удивительно. А в чем разница от здорового состояния? Почему вы считаете, что 4 месяца именно маниакальное было? Нет, подождите, я не говорю маниакальное, но оно не было депрессивно. То есть, вы хотите сказать, что это была норма? Да, конечно. Ну, не знаю, может быть, это была и норма, но поверьте мне, с учетом того, что все-таки у вас две фазы, две фазы, депрессивное это, то она это была, вы понимаете, мания, она заметна, мания, гипомания, там поступки самоповреждающие и так далее, и так далее, там нелепые, там оскорбления. У вас все было более-менее нормально. Все более-менее нормально. Значит, конечно, можно было сказать, что это и нормальная фаза была, что это была нормальная фаза, но все-таки у вас же это биполярное, и вот через какое-то время эта норма опять, значит, ушла вниз. Ну, ватерлиния на судне, значит, выше, это мания, а сейчас вы находитесь ниже. Сейчас это 100% низ. Да, да, это вот и все, понимаете, понимаете, но я опять повторяю, что если это и была, я не говорю мания, а состояние направленности маниакальной, скажем так, разные же есть, вот это, вот это мания, вот она, мания, да, это гипомания, а это, может быть, вот так было. Вот если бы у вас было бы всегда вот такое состояние в мании и вот такое состояние в депрессии, стабильно, стабильно, ну, скажем так, перешли сюда, потом в эту депрессию, это было бы замечательно. Понимаете, там человек может жить, потому что навряд ли удастся вот так сделать, там все равно будет, но будет вот так и так, вот так и так, это все-таки недалеко от нормы, мало отличается. Но сейчас же у вас же депрессия, вы даже согласны идти на эту вот электросудорожную терапию? Да, я говорю, что вот, скажем, вот это состояние, да, нормы там или чуть-чуть гипертимности, да, ну, я считал это такой прям хорошей ремиссией, вот, оно прошло, да, и вот посидели, я вот, ну, так, сам рефлексировал, насколько вот сейчас сильно, или сделали вот эти препараты, эту депрессию менее... Алло? Да-да, говорите, там куда-то вы замерли, сейчас нормально. Вот, раньше состояние депрессии, оно было, как это, постоянное, то есть мне постоянно плохо, сейчас оно такой же силы, но иногда бывает полегче, с утра полегче, когда выспался пару часов. А на какой вы комбинации медикаментов сейчас перечислите, с дозой и препарат, препарат и доза? Ламатриджин 300 миллиграмм, левиатироцетан 2000, квитиопин 400, а, я забыл сказать, что мне вначале добавила чуть-чуть кломипромина моя психиатрка, 75. Имя промин? Кломи промин. А, кломи промин. Зачем? У меня тогда тревога была, она не уходила на комбинации из норматимиков, но она сказала, может помочь, попробуй. По идее это вам не надо, я думаю, что на этом вы должны продолжать. Все, больше ничего, не меняйте, оставайтесь. Да, 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 я тоже не прекращаю, у меня, кстати, вот, еще хочу рассказать, что из нового. Я начал, у меня установил программу в телефоне, которая меня каждый вечер спрашивает за настроение, какое оно было. Я отмечаю по шкале от 1 до 5 и можно комментарий написать. И так можно следить, ну, оно остается в календаре, очень наглядно там видно. Вот. И я себе поставил напоминание про лекарства. То есть, раньше у меня оно, то есть, что-то мне стало легче или хуже, я забыл. Опять замерли. Алло. Да, да, ну это у вас там что-то замираете. Вот. И поставил, да, напоминание программу, которая напоминает мне за лекарства принимать, то есть, я не прекращаю. Даже когда плохо, прощу подругу. Конечно, плохо, хорошо. Прощу подругу, чтобы она контролировала. Постоянно. Оно не меняется. Мания, депрессия, норма, все, интермиссия. Постоянно эта схема должна присутствовать. Вот. Если она хорошо переносится, вы ее хорошо переносите. То есть, нет каких-то побочек. У меня вообще нет побочек. Вообще побочек нет. Ну, отлично. Вот ее постоянно. Постоянно принимайте эту схему. Постоянно. Постоянно. Значит, кстати, и вот хочу рассказать, не знаю, правильно так или неправильно, но по моим личным ощущениям, самые лучшие, самые препараты, которые прям влияют, влияют конкретно, это ламатриджин. То есть, он убирает вот эту вот импульсивность. Вообще очень хорошо убирает импульсивность. А квитиопин очень успокаивает. Очень такое спокойствие. Как будто стоишь на ногах твердо. Остальные препараты тоже помогают, но я так сильно ощущаю. Подождите, пациент инкогнист. Так, может быть, вам имеет смысл остаться на ламатриджине и на квитиопине? Попробуйте убрать левитероцитам, если ничего не изменится, а будет это то же самое. Так, принимайте два препарата, потому что вы-то чувствуете, что ламатриджин дает и квитиопин дает. Мне пока страшно убирать. Страшно? Ну, хорошо. Три препарата, как будто немножко подпокойнее. Ну, хорошо, хорошо. Это психологическая такая защита. Но, в принципе, я думаю, если вы говорите о том, что помогает именно из этих трех препаратов, а вы чувствуете действие квитиопина, специфическое и специфическое действие ламатриджина, то имеет смысл остаться на этих двух. Нет! Добавите опять левитероцитам. Попробуйте. Вот это... Но вам это не требование, это не приказ. Это просто вот рекомендация. Сможете, сделайте. Нет. Нет, оставайтесь еще с левитероцитаном. Почему? Потому что если он не помогает, так какой смысл? Ну да, да. А он, кстати, без компенсации, тем более. Да. Ну, если он не дает никаких вам, значит, побочных эффектов, если уже будете бояться или для уверенности, значит, оставайтесь. Но с моей точки зрения, вот то, что вы сейчас сказали, ламатриджин я чувствую, он убирает импульсивность, это дает ощущение какой-то стабильности, как говорите, я на ногах. Вот, вполне вероятно. 400, например, там 300-400 квитиопина и 300, вы 300, да, принимаете ламатриджин? Да. Я думаю, что это будет достаточно. Ну, а левитероцитан 2 тысячи, это что-то многовато. Ну, я по-разному пробовал. И 500, и 1000, и 1500, и вот 2. Ну, а разницу вы заметили? Так не, я и не заметил разницу, я и принимал. И ламатриджин, когда, ну, пробовал, чтобы поднять, там, чтобы обратно вернуло меня. Ламатриджин я и 400 принимал, квитиопин я и 600, и 800 принимал, и вот до 2000 поднимал. Ну, хорошо, а какие оптимальные дозы ламатриджина и квитиопина? Ламатриджина 300, больше не надо, как бы ничего не меняется. Отлично. Меньше меняется, да, 200, ну, маловато. Так, значит, 300, а квитиопин оптимальная доза? Квитиопин, когда более-менее спокойно. 300, если чуть-чуть что-то нарушается, я еще, ну, 400 принимаю. Ну, хорошо, что нарушается, вверх или вниз? Ну, например, очень сильно устал, если помогает лучше выспаться. Или наоборот, если слишком как-то чувствуешь себя, ну, Ну, да, чем-то энергично. Да, да, да. Тоже для спокойствия еще плюс 100 миллиграмм. Понятно. Ну, хорошо. Вот я думаю, этих два препарата это базовые. Леви-терацетам на ваше усмотрение. Ну, хорошо. Значит, давайте так. Попробуйте все-таки, попробуйте вот эту глубинную магнитную стимуляцию мозга. Попробуйте, она есть. И вас направят, я не знаю, в Германии, например, используют перед, перед этой вот электросудорожной, значит, терапией. Вот, по крайней мере, эта методика, понимаете, она не такая сложная. Она абсолютно без компликаций, без осложнений. Там нет никаких осложнений. Абсолютно. Вот. Может быть, она поможет вам выйти сейчас из этой депрессии. А нет, нет, ну, там 10 сеансов, так? Примите. Если не поможет, поговорите с врачом. Вот. Но это такое дело, вы понимаете. Биполярное аффективное расстройство, оно, скажем так, там и не является показанием для электросудорожной терапии. Для электросудорожной, скажем так, терапии резистентная депрессия. Но, в принципе, в принципе, в рамках БАРа она и есть терапия резистентная. С моей точки зрения, вообще все терапии резистентной депрессии – это депрессии в рамках меланхолия, это депрессии в рамках БАРа. Это вот мое, значит, такое убеждение. Вот. И я уверен в этом. Это вот эти так. Поэтому, в принципе, конечно, можно попробовать. Вот. Но все-таки мой вам совет. Прежде чем перейти или уже перейти, это уже последнее, больше нет. Электросудорожная – это последний, это последний, значит, так сказать, метод. Вот. Значит, и есть промежуточный, немедикаментозный, это вот это. ТМС – глубинная магнитная стимуляция мозга. Репетитивная, вот, репетитивная глубинная магнитная стимуляция мозга. Она есть. Еще, кстати, доктор вот забыл добавить, раньше депрессия была больше тревожная. То есть мне было, ну так, у меня прям вот эти эмоции, паника, страх, вот они доминировали. Сейчас она больше апатическая. И это лучше, мне это больше нравится, потому что ты просто как бы, ну, просто нет сил. Ты просто как бы, ну, побольше спишь, меньше делами занимаешься. А когда она тревожная, ты не можешь как бы отдохнуть в целом. Ну, это, знаете, как говорят, хрен редьки не слажет. Дело в том, что апатия – это же апатия. Ну, правда, вы сейчас не похожи. У вас такой речь такая, скажем так, довольно крепкая, довольно мощная. И вы сейчас не производите впечатление заторможенного, по крайней мере, во время беседы. Понимаете? То есть все-таки при этой, вообще депрессии в рамках бара они в основном апато-заторможенные. Это меланхолия, это бессилие, это утомляемость, это сонливость, это неохота, это безрадостность. Я ничего не хочу, я ничего не могу, ноги свинцовые и так далее, и так далее. Вот. Ну, там нетипична тревога, ну, бывают и вот такие тревожные, значит, компонентом выраженным. Ну, если вам нравится это состояние, ну, так... Ну, не нравится, но как бы... Не, не, ну, если сравнивать, значит, тревожное, да, ну, так-то пусть так и будет, да. Пусть так и будет. Ну, в общем-то, вы знаете, вначале я так обрадовался, думал, что вот все-таки стабилизация была такой, значит, уже, если даже и мания, это была не мания, а гипертермия, гипертимное состояние. Но опять депрессия, вы понимаете? Вот депрессия, депрессия это... Это неприятно, но все равно, вот эти, там, 4-5 месяцев, это, наверное, самый долгий за 5 лет, период такого... Ну, значит, вы на верном пути, и если вы не будете менять эти препараты, и не будете добавлять никакие кламипрамины, антидепрессанты не нужны, понимаете? Не нужны. Вот у меня, значит, была, я проконсультировал там в форуме одну пациентку, вот у нее такое, значит, у нее 20 лет, она замужем, вот у нее любовь к какому-то там алкоголику-бродяге. Она говорит, она периодически, значит, возникает. Ну, я с ней не беседовал, я ей пишу, дифференцировать надо между, значит, обсессией и биполярным расстройством. И вот она пошла к врачу, врач сказал, да, смотри, похвалил, значит, меня, не знаю, грамотный врач, вот, назначил ломотрежин, но что она делает? Она ей сказала так, это мне пациентка пишет, значит, когда у вас, вот вы любите этого, ну, у вас это ненормальная любовь к этому бродяге, так, вот, значит, принимаете этот вот ломотрежин, это мания, а вот когда вы вниз падаете, когда вас, значит, ничего не интересует и забываете про этого бродягу, значит, тогда принимаете флоксетин. Ну, это же абсурд. Не, это неправильно. Не, не, я по поводу того, что там убирать, менять препараты, я даже не думаю. Вам должны нормотимики, вот квитиопин, ломотрежин, это база, а левитерацетам на ваше усмотрение. Вот, на ваше, вот это оно, но оно должно быть постоянно, в какой бы фазе. Да, 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 постоянно, я озабочусь об этом, если я знаю, что мне трудно становится принимать, я прошу подругу, чтобы она контролировала меня. Утром, чтобы я ей прислал, и вечером, чтобы я ей прислал, что я выпил. Подождите, а как трудно? В депрессии вам трудно принимать или что? Да, я бывает забываю, даже пришли эти сообщения, я там откладываю, там, бывает, если это выходной, я сплю, утром забываю, вот. Вот такая заторможенность, что вы забываете, да? Да, ну и вот в этот раз я, конечно, ну, забочусь сильно об этом, но не было такого, что я пропускал. Ну, один день какой-то, может, один-два дня пропустил, но в целом... Ну, хорошо, если подруга вам пишет, пусть она пишет. Вы же принимаете дважды, утром и вечером, или как? Да, утром и вечером. Ну, так вот, утречком она должна вам дать, только вы же должны посмотреть ее почту, или как, или пусть звонит вам. Ну, пока хватает сообщения. Ну, хорошо, это правильно, это все правильно, это правильно. Вот так я с супругой, вот сейчас она сама уже пьет таблеточки, уже, слава богу, тут вот лучше, намного лучше, как вот до больницы, вот. Вот, но она же раньше забывала, я ей сам лично давал, и сейчас иногда я контролирую, вот, но сейчас она как будто бы... Поэтому это выход, это так и должно делать, если вы забываете, вот, или не хотите, чтобы кто-то вас заставлял, или напоминал вам это делать. Ну, так только в депрессии. Если состояние нормальное, я не забываю. Ну, в общем-то, я вам хочу сказать, консультация, конечно, интересная, интересная, по крайней мере, вот, резюмирую, значит, что нового? Нового то, что все-таки на комбинации из двух нормотимиков противосудорожного ряда и нейролептического квитиопин, да, все-таки вы впервые за много лет достигли какого-то, ну, скажем так, более или менее нормотимического, нормотимического... Это нормотимия. Есть гипертимия, есть гипотимия. Гипотимия – это депрессия, гипер – это выше, а норма – это нормальная, адекватная, вот, понимаете, это хорошо. И это было достигнуто на вот этой комбинации. Поэтому, если вы хотите, чтобы это состояние и дальше прогрессировало, чтобы оно становилось все стабильнее и стабильнее, вы не должны прекращать принимать эту комбинацию. Минимум ломатережин, квитиопин, максимум, там, добавлять еще это, вот, левитерацетам. То есть, моя практика показала, что тот, кто принимает, без всяких анти, этих вот, депрессантов, кто, кто длительно принимает, рано или поздно все-таки состояние стабилизируется. В каком смысле? Мания превращается в гипертимию. Гипертимия – это просто нормальная активность, понимаете? Другое дело, что она немножко выше, но это ерунда, это плевать. А депрессия, депрессия, она становится не такой тяжелой, не такой невыносимой, не такой, скажем так, безрадостной и так далее, и так далее, и тому подобного. Вот, кстати, когда раньше я падал из нормального состояния или из маниакального в депрессивное, я рано или поздно все равно прекращал пить лекарства. То есть, я забывал или я думал, у меня так плохо уже. Не, подождите, вы забывали в маниакальном или в депрессивном? Не-не-не, в депрессивном. Ну, то есть, лень, забывчивость, уже как-то и сил нет. Заторможенность. Понятно. И вот это было ошибкой, что, ну, я прекращал, это было плохо, потому что потом снова ты начинаешь, а потом снова в депрессии забываешь. Конечно, конечно, это грубейшая ошибка, это грубейшая. Надо принимать независимость от состояния, норма, немножко повышенная или немножко сниженная. Ты должен во всех этих трех состояниях или двух состояниях постоянно принимать одну и ту же. Но варьировать, как вы говорите, или немножко повысить квитиопин, или немножко его понизить, там, в зависимости от того, какой компонент, значит, преобладает. Ну, хорошо, хорошо. Значит, я все-таки попрошу, чтобы вы еще раз мне дали ссылку, потому что я уже не знаю, где ваш этот, скажем, плейлист, чтобы я разместил туда. Ну, и я хочу еще раз спросить, вы хотите, чтобы я сфотографировал? Вот, может быть, кто-то... Конечно, конечно, конечно. Значит, вот сейчас, значит, сейчас я выключу здесь, вот сейчас я здесь выключу, у себя, не-не, не скайп, выключу. И включу, сфотографирую, там уже не на селфи на это, но вы должны будете, я включу только тогда, когда вы спрячете, когда вы покажете картину. И вы должны так сказать, что я разрешаю доктору Джоргу Горбатову разместить этот ролик с моей картиной, вот, на его канале. Потому что Ютуб может потом сказать, что вы, значит, украли или что там взяли, похитили. А это может быть... Пусть люди знают своих героев, пусть люди знают, мы говорим, 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 а никто не видит. Вот, понимаете, пусть люди увидят. И действительно, вот то, что вы мне показали, это же, значит, скажем так, вы будете в стороне стоять, в стороне, только здесь будет на экране картина, а там будете комментировать, как вы ее создали, да? Что вы посмотрели фильмы, на основании этого фильма по этому воображению или там почему-то вы, значит, создали со своими добавками, правильно? Там же и ваше творчество есть какое-то добавление. Вот и все. И что вы разрешаете доктору Горбатову разместить этот ролик, вот и все тогда. То есть, вы позволяете, все это не воровство. Хорошо. Все. Оставайтесь. Готовьте эту. Сейчас я выключаю эту. Мы на этом завершаем с вами эту беседу. Потом вышлите мне эту вот ссылку и показываю.